здравствуйте друзья вчера видео делал обзор gsm gprs модуля на чипе а6 решил эксперимент делать на этом модуле и первым делом там сигнализацию какую-то простенькую делать попробовать и вот это на flprog на сайте где блоки пользователя есть м 990 gsm модуль вот такой пользовательский блок его скачал и этот попробовал сигнализацию делать это для другого модуля предназначен и ну попробовал вот на нашем модуле вот который есть а6 вот там и посмотрите что у нас получается вот это у нас полностью не заработал некоторые функции вот этого пользовательского блока не работает но что есть на на этом я попробую сейчас покажу вот это пользовательский блок сейчас посмотрю какой нет нет это 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 тоже это вот это наверно да вот этот пользовательский блок то есть здесь что он умеет передаваться умеет передавать сообщение эсэмэск умеет передавать умеет этот звонит на указанный номер и кроме того когда эсэмэску получает на выходе вот текст эсэмэске выходит и когда вызов получается вот на этом выходе логические единица должно получаться и при эсэмэсе тоже здесь логические вот единица но у меня вот на нашем модуле вот который вот эти функции не работает то есть я звоню звонок идет но ним ну не берет трубку как бы и эсэмэс отправляют тоже не получает ну получает но здесь на выходе ничего нету видимо от и команды может разные но зато работает осу звонить осуда эсэмэску отправлять вот что есть вот попробовал вот на этом и этот делать делать сигнализацию простенькую давайте вот это первоначально видео посмотрим я взял и посмотрите как это работает потом дальше на флпрок продолжим как это работает объясню так давайте видео посмотреть итак друзья сделал простой gsm-gsm сигнализацию из модуля gsm gps модула на чипе а6 вот это вчера я делал обзор вот это модуля так что здесь есть арту и арту и но у но так блок питания подключена здесь это преобразователь логических уравней чтобы согласовать rx tx вот это модуля к с ардуино и здесь это дополнительно вот дисплей поставлю что для настройки но здесь он не нужен так что это может делать здесь есть три варианта внутри сигнализации как бы во время проникновения если проникла проникновение происходит gsm модуль звонит вот это по номеру который указано и этот допустим если тоже понятно что там про проникновение произошел если включить трубку то будет прослушиваться пространство то есть здесь микрофон есть можно прослушать что там происходит на объекте так здесь есть еще это пожарная сигнализация при пожаре тоже sms кузна теперь только отправляет как пожар вот и сам иска отправляет и там английским буквам пожар и кроме того еще взял как бы для котла или ну для отопления наверно или можно патрую других местах тоже использовать датчик подключить ds-20 и уровень там назначаем какой-то если перевешает этот уровень тоже смс-ку передает что этот вышел за грани уровня и температура отправляет тоже также здесь данный момент вот этот 33 градуса поставить чтобы руками попробовать как бы и здесь еще кнопка из для включения сигнализации раз нажали сигнализация включился так при проникновении вот развивается цепь и звонок вот можно его включить громко связь вот это что происходит все слышно раз и это так отключаем давайте восстанавливать так это раз теперь при пожаре вот срабатывает там чё-то и опять я чё-то не сработал давайте сброс делаю тут все на соплях и включаем включился и смс-ка пришла вот от такого-то номера вот пожар смс-ка пришла так теперь теперь вот это за пределы за пределы если заходит вот этот датчик сейчас посмотрим температура увеличивается то 33 градуса когда будет опять смс-ка придет то есть должна прийти я только что вот это опыт и делаю и смс-ка прийти я потоку смотрю что у нас смс-ка вот за 33 градуса и смс-ка как он но здесь надо еще и смс-ка вот пришла и смс-ка т 33 и 31 градусов как он но здесь надо еще и немножко дорабатывать везде там туда отходит обратно и постоянно смс-ка шлёт надо чтобы вот когда обратно вернется опять смс-ку шлёт надо там сделать так что только один раз смс-ку вот таким образом это работает остальные на компьютере объясню так давайте теперь посмотреть схема вот этого устройства так вот это схема схема такая arduino uno вот это gsm gprs модуль на чипе а6 здесь 18 by 20 вот температурный датчик стоит потом вот это преобразователь уровней логических уровней от 5 вольт до 3 вольт и обратно как бы вот здесь на выходе вот этого модуля логический уровень где-то районе 3 вольта где-то так здесь где-то 5 вот допустим поэтому для согласования вот это стоит можно и без этого поставить я без этого взял но быстро как бы зависает то есть работает работа потом зависает а когда это установил вот эту платочку же вроде все нормально стал работать так ну здесь что у нас имеется я хочу сказать что вот этот модуль очень хорошо работает и очень маленький ток использует там у него на написано что до 2 ампер ток то можете иногда может быть до 2 ампера достигать но я смотрел когда вот это звонит и смс шлет когда смс шлет где-то 70 миллиампер ток употребляет когда вот это звонил вот по разговору во время разговора то есть прослушки где-то 100 120 миллиампер вот такой ток но это я думаю что от хорошего качества сигнала у меня видимо вот это постанция станция вот близко расстояние у меня сигнал очень высокий уровень 301 поэтому это самый высокий уровень показывает и поэтому передатчик видимо на маленькие мощности работа когда где-то далеке будет мощности очень мало тогда передатчик на полную мощность рубиться и тогда ток больше больше но в моем случае где-то больше 120 миллиампер не перевищает и смотрите вот это отдельно вот это надо питать вот сардунь не надо там иногда мой ток большой поэтому отдельно блок питания чтобы где-то двух амперов ток давал и кроме того вот этот блочок вот два питания тут надо три волта вот отдельно 33 волта надо но это можно отсюда брать здесь где-то 3 3 волта есть и я не искал вот здесь стабилизатор стоит вот когда через стабилизатор вот этот модуль 33 вот этот микросхема 4 2 волка где 33 волта и сосуд можно взять чтобы вот или отдельно вот питаться вот 33 волта сюда надо подать отсюда 5 волт и вот это рэкс суда тэкс рэкс рэкс у видите синий я сюда подключил в ехать сюда зеленый суда их сюда рэкс тэкс тэкс рэкс вот таким образом надо так дать к температуре вот эти васем надо надо на двух проводах то есть паразитный питанием нормально работать я не стал вот это подключать вот этот третий вывод так еще что кнопка off он вот это здесь показывает когда включена сигнализация когда включена и вот это провод к датчику пожарной сигнализации то есть там пожарная сигнализация срабатывает здесь ноль надо подавать здесь сейчас единица вот это подтягивающий резистор подключен то есть когда там срабатывает это надо землей чтобы сработал сигнализация и шлейф вот это для проникновения и то есть вот это 10 пину отсюда и к землю соединяется во время если обрыв происходит в этой линии этот начинает звонить вот по номеру который указано но это когда звонок идет значит там это проникал про не то есть смс не нужно как бы проникновение произошел как бы и если трубку взять можно прослушивать вот пространство вот здесь микрофон и обратите внимание вот это электрический микрофон я подключил плюс надо вот сюда минус вот сюда вот этого микрофона нет я неправильно вот это плюс сюда минус сюда плюс сюда надо подключить про шлейф и вот это шлейф можно здесь в цепи разместить гирконе можно разместить конечники ну что хотите там в окнах в дверях или можно в цепи еще этот датчик вот этого движения еще можно туда засунуть сделать так что вот это когда сработать чтобы обрыв получился и такой момент тут схема работает такой таким образом вот это сигнализация выключена когда выходит из квартиры или дома или что там есть дверь надо открыто оставлять дверь открыта оставляем потом вот кнопку нажимаем зеленый загорается дверь закрываем и внутри уже срабатывает после того как дверь закрываем вот сигнализация только тогда будет работать дверь закрыли уже там внутри триггер срабатывает и сигнализация после этого уже все дверь откроется там здесь минус я не предусмотрел минус вот это чтобы вот когда вернетесь дверь открывать он если месту будет послать как в личную вот так таким образом все это работает по поводу вот этой схеме примерно так работает и здесь еще такой момент я еще этот иногда вот видите если один раз срабатывает второй раз уже не будет срабатывать вот ведь тоже заметили я еще не понял дело в чем но я думаю вот это смысл вот этот сигнал за что сработал если там пожар будет он же второй раз не дай бог пожар будет второй раз уже не надо чтобы вот срабатывал уже хотите не хотите поедете там выключить или проникновение то есть на один раз как бы на срабатывание рассчитано и кроме того я еще там этот температурный вот эта вещь на там какую-то автоматику сделать когда перемещает чтобы один раз включился а то он постоянно начинает эсэмэски поставить давайте теперь это в флпрок посмотреть как это там выглядит долго открывается вот здесь вот это то что я рассказал все это у нас вот жаль что вот этот фб блок вот не может вот в нашем случае не принимает и не звонки не эсэмэски не принимает но я выжил из него максимум по моему что было то использовал то есть отсюда можно как бы звонить и эсэмэски отправлять так давайте посмотреть как это работает то есть если вот здесь единица получается вот этот сал где визов в суда единица получается он звонит по указанному номеру давайте здесь покажу возле значение как надела значение вот телефонов надо у вашей ваш телефоне вот посмотрите вот первое значение вот это по какому телефону будет звонить во время вот это проникновение вот здесь номер телефона надо указать визите каким образом а тэд плюс потом 7 потом 900 9 этот и здесь я конце вот эти то есть вот это номер телефона 7 потом номер телефона потом вот это точка запятой обязательно на этом месте надо ставить здесь уже вот вот где вот смс-ку отправляться вот это тоже номер телефона вот здесь тоже номер телефона в таком формате надо записать так скорость я хочу сказать что 115 200 я поставил я никак не могу вот это скорость понизить понизить моего модула я не знаю а ты командами что-то он не слушается не уменьшается вот поэтому высокий скорость поставил по идее у него документация так написано что он прослушивает и какой скорость обращается такими тоже набрать этот работать но счет это не происходит но на высоком скорости идеал вроде работает так здесь вот это при этом то есть если здесь в ходе единица через эртрик там цепь срывается здесь это визов идет здесь эсэмэски шлет так давайте немножко поподробнее как бы что ли вот эту часть у нас это сигнализация включать выключат нажим раз нажали включился а здесь вот от йод меняется на с красного на зеленые когда ноль красный когда единица зеленый и здесь вот это перемене вот как сигнализация включается вот видите здесь вот где здесь единица и допускает как будто работу работу это то есть включает вот это модуль включается модуль включается как по и еще разрешает на вот это см чтобы отправлял так теперь вот этот дисплей здесь лишь на лишние вот этот дисплей я установил чтобы ну для проверки вы можете там не подключать ничего страшного нету можете подключать чтобы смотреть так здесь вот это шифратор стоит вот допустим пожар если пожар на выход b1 вот это единица единица и на выходе вот это число 1 если число 1 в селектор включается и где один вот это пожар вот этот текст пожара сюда поступает и плюс а сюда отсюда срабатывает и этот смс шлет как бы вот пожар так проникновение вот здесь опять линия разорвали вот здесь на b2 вот здесь единица на выходе двойка здесь уже текст двойка вот проникновение как бы но он я взял как бы чтобы смс-ку постановку конце вот это убрала смс-ку не шлет просто звонит это я думаю что это достаточно таким образом и температура когда вот это с 18-20 перевешает на 33 градуса здесь вы можете поменять по вашему допустим у вас там бойлер или чё там отопление допустим больше 60 градусов если что там баваря происходит чтобы опять ну здесь вы свою цифру уже можете поставить чтобы вот передать и 70 будет перевесить 70 градусов и на выходе единица на выходе единица l3 вот через l3 вот здесь l3 так вот l3 вот третий вот этот третий у нас включается третий вот это здесь это стоит у нас сложение строк вот здесь ты написано и температура еще температура какая будет сколько перевесить вот здесь вот такая температура будет передаваться туда вот отсюда сюда и здесь это единица появляется тоже переселяет но здесь немножко не додумал вот видите много раз как бы отправляет смс-ку надо здесь какую-то автоматику придумать чтобы вот смс-ку много раз не прислал как бы и здесь ещё вот эта часть вот этого автоматика для для того чтобы вот это когда сигнализацию включаем не надо включать дверь надо открыть открыты закрыли дверь потом нажалим на кнопку зеленый зеленый загорелся зеленый загорелся дверь когда закрываем раз присоединится этот rs3 как срабатывает и Вот сюда и дает разрешение, то есть это включает GSM модем, включает как бы, и еще дает разрешение на этот, на SMS. Вот таким образом, вот включается таким образом, ну чтобы вот это, ну на исходное положение. После вот, когда это отключаем, опять включаем, то же самое уже повторяется таким образом. Единственное, вот это, что не придумал, когда приходите, дверь открывается, он будет звонить на ваш телефон, но вы можете трубку не брать, чтобы его, и все, вот таким образом работает. Так, вроде все, ну это как бы, как сказать, как бы сырая вещь, можете там это переделывать, это просто первоначально, вот как-то подумал, вот так сделал, надо доделывать, наверное, что получше было, там модернизировать, или еще что-то придумать сделать. Ну так, это эксперимент сделал, попробовал, вроде так все работает, как бы, так, вот, скетч будет на моем сайте, и схема тоже там, кому интересно, вот оттуда можете скачать. Да, еще вот DS18B20, здесь, если у вас будет, здесь надо адрес, вот это ваш адрес, надо поставить, потому что они все разные, так что, чтобы заработал это, надо адрес вашего DS18B20 установить. Так, вроде все, так, подпишитесь на мой канал в YouTube, спасибо за внимание, до свидания.